друзья всем привет с вами ильдар это влог сегодня вы со мной поедете в путешествие у нас с вами новая камера смотрите на трекает лицо я поворачиваю она за мной прям на лицо четко настроена в общем я не знаю что из этого выйдет думаю что-то достаточно интересное получится вы меня часто просите ильдар снимай влоги из путешествий прикольно получается а я снимаю и никогда не монтирую но возможно этот влог вы увидите сейчас с вами мы отправляемся на вокзал минский садимся на автобус едем в вильнюс ночуем вильнюсе потом летим в париж на два дня потом в женеву на день и потом едем в куршевель кататься на лыжах меня нет ни экипировки ничего я не умею ездить это такая достаточно интересная авантюра потому что мои друзья позвали я такой прикольно то же самое знаете как вот поездка в якутию была спонтанная тут тоже самое ну мы прошли где-то 20 процентов осталось 80 вверх да поэтому посмотрим что из этого выйдет оставайтесь на связи бицепс которого нету позорился онлайн без регистрации смс побежали ребята олдового подписчика встретил как тебя зовут Андрей шума Ваня классно супер жалко уже не смотрит конечно ну да ладно это серёга кстати ребята знакомьтесь всем привет это самый красивый мужчина в этом автобусе как минимум возможно инопланете земля пока итак ребята мы прибыли в город герой вильнюс доехали отлично как мы уже говорили сейчас сделаю вам небольшую экскурсию смотрите итак всем привет всем привет это серёга всем привет эта машина всем привет это люди итак друзья это рум-тур я зашел в свой номер это стена это шкаф как говорил мой друг один рэпер мариотт с меня уедет трижды место преступления к сожалению почему-то у меня две кровати раздельные серёга спасибо за раздельные кровати кстати и вот такой вот туалет ну поспать один день будто бы можно и на таких бог с ним есть вот подставка под ноги здесь я буду хранить свои вещи протезы и невероятный вид из окна на слушайте ну грех жаловаться объективно почему грех жаловаться потому что серёга оплатил этот отель я не потратил ни копейки поэтому какая разница так не нравится такая аэро как она ездит сотрите кстати давайте-ка я сделал отслеживание на лицо сотрите она сама поворачивается это так необычно выглядит прикол привет я сергей мне 16 лет я занимаюсь сексом с двух примерно до 4 пиши ватсап погнали давайте я расскажу про свои эмоции и чего же я жду от этой поездки ребята во первых я скажу честно я не очень сильно хочу кататься не на лыжах и на сноуборде поэтому есть вероятность что с серёгой в один раз попробуем вот и серёга кстати поздоровай серёга с подписчиками привет подписчики привет подписчики есть вероятность что мы будем лежать с серёгой как два гетеросексуальных мужчины оба в бассейне а также все подписчики прямо сейчас спрашивают у тебя почему в номере две кровати две кровати почему чтобы я на одной полежал и на другой понимаю ребята у меня в вильнюсе есть подруга она сказала нам сходить с серёгой в новое заведение которое открылось и оно называется сейчас я скажу хеджи но он открывается в пять вечера а мы пришли без двадцати и нас просто не пустили то есть оно было открыто даже не посадили мы пришли в какой-то другой ресторан сейчас будем вот тестить называется дайн вот так вот очень такое уютное заведение прикольное классно сейчас мы проведем с моим любимым много времени ладно что это мой друг я сразу предупреждаю не надо там русском надзор и все остальное это мой друг это сергей а вдруг принесли какую-то штучку прикольную смотрите сейчас буду пробовать ну что же специальная дамплингс и зебры я единственное что переживаю что будто бы ты можешь объесть с этим супом я вот думаю что я сложно будет съесть конечно вы говорите что у вас плохо хватит я ребята ем хлеб с маслом с коноплёй так понятно что мы в европе масло с коноплёй это тартар из рыбы ребята похоже на холодной заказывал еще холодец но холодец сейчас принесет наш великолепный официант блин ну красиво выглядит и знаешь что мне понравилось официантку приятный да вообще да вообще красавчик молодец не молодец вообще по обслуживанию вообще супер сейчас будем все пробовать поехали ну что ребята всем привет мы пьем за ваше здоровье и за вашу прекрасную поездку которая только начинается чем мы с серегой пришли в ресторан такой красивый это посоветовала моя подруга еще и подписчица из вильнюса все забронировано нас никуда не смогли посадить вот посмотрите все забронировано бронь максимальная но выглядит правда красиво очень вообще красиво конечно базовый комментарий это вообще красиво круто классно мне нравится я никак в жизни такую штуку не видел ребята ваше здоровье так ребята у нас была закуска с серёгой там 4 микроножки было сейчас у нас уже ну что-то побольше ребята вы мне все в комментариях просили попробовать вот этот бутерброд с трюфелями давайте обзор вот он видите давайте сделаем укус и я расскажу вам о своих ощущениях поехали ребята а с чем бутерброд ну знаешь настолько все безвкусное просто пиздец я его доем вот так главный ингредиент это гренка гренка вымоченная в молоке немножко сахара я просто не чувствую ничего давайте попробуем у нас есть что-то такое это свинина это свинина мне кажется я пробую я просто ребята палочками хочу поесть поехали вот это вкусно мы пришли в новое заведение как вы поняли ребята тут официант оказался немножко подписчиком и это приятно скажу честно о вот уже по повеселее столик такой с интимной обстановкой это роман ознакомьтесь ребята как вы поняли у нас гастрономическое путешествие сегодня по вильнюсу спасибо большое роман роман легенда кстати подписывайтесь на роман ребята я не могу мы приехали просто похавать если что коктейльчик это я ставлю лайк мы сергеем посовещались вот я щас ем какую-то рыбу с чем-то с первым вторым заведением вообще никак не тягается абсолютно посредственно но за романа отдельный респект конечно первое заведение по обслуживанию по еде было прям топ второе очень дорогое просто это без алкогольная ты бал меня ну точно алкогольный это 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 да спасибо большое я я я привет 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 я Грациас Тебе принес шеф-фор Он сказал Очень вкусно Это пиздец вкусно А вот Роман ходит и улыбается Боже мой, ты мой сладкий, ты мой хороший Роман Ребята, хотел бы, чтобы каждый из вас это попробовал Потому что это ебать как вкусно Хочу орать Ребята, рекомендую всем приходить в ресторан И просить готовить вот подобное блюдо Специально для вас Я поехал на Кавказ, погнали Сейчас я немножко отошел Мы по внутреннему рейсу летели из Вильнюса и стоят пограничники проверяют документы Такого раньше не было никогда До определенных событий Это интересно, то есть никто никогда не проверял документы Раньше, вот я когда летал по Европе, я просто показывал билет свой и все А сейчас тут прям стоят полицейские, проверяют паспорт В общем, интересно Ребята, вышли из аэропорта Посмотрел, сколько стоит из... Как называется этот аэропорт? Баве 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 До Парижа стоит 150 евро доехать, кстати, всем рекомендую Франция дешевая страна Подписываемся, не отписываемся, пожалуйста Мы не гордые ребята, мы обычные Мы экономим 100 евро Потому что заплатили, получается, 30 Еще 20 евро будет такси в городе до квартиры Как-то вот так вот Чем еще садись? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ребята, мы заселились Мы сейчас ждем такси, едем к Эйфелевой башне Но увидели какое-то заведение с Сергеем И решили зайти просто на 5 минут, пока ждем такси Выпить немножко красного португальского вина И покушать прошуты Поехали, сейчас делаем небольшой обзор Как же эта колбаска выглядит? Ой-ой-ой-ой, ребята, посмотрите Классная? Да, берем немножко хлеба Немножко масла Так Ребята, у нас, типа, как мы и хотели Бог нас услышал И вот было 12 минут, стало 7 Возможно, это какая-то рандомная история А, нет, подождите, уже я нет Это глючит интернет, ребята Друзья, всем привет Давно не виделись Буквально 4,5 секунды Для вас, а для нас какое-то время Поздравляю, вы в Парижинге Как говорится, мама, я в Париже В общем, ребята, был последний раз в Париже В 2000, каком-то там, в 18-м, по-моему, году Как же все поменялось при Собянине здесь Просто невероятно Эйфелева башня вот стоит Я иду на фоне Вокруг люди Гуси ходят Хотите гусей покажу? Смотрите, это гуси Гуси, как вы? Как у вас дела вообще? Как настроение? Не бойся Сейчас тебя по груз делаем Поехали Это Серега, он разговаривает по бизнес-вопросам Какой же он деловой парень? Боже мой Смотрите, какие здания красивые Как же все красиво А также салфетка грязная И Эйфелева башня Или, как называют в наших узких и широких кругах Эйфелевый башинг Я помню, что в 18-м году Меня Париж оставил какие-то не очень хорошие впечатления Может быть, я тогда не с очень правильным человеком его посетил А может быть, просто что-то не то было Я помню, что были какие-то митинги Грязно вокруг Не знаю Сейчас мы живем в хорошем районе Вайп классный Достаточно чисто на улицах Что для меня удивительно Ну, понятно, что есть грязь Но, как и везде Эйфелева башня стоит Член у меня тоже иногда бывает Короче, хайфец Пока все нравится Ребята, я под Эйфелевой башней Я под Эйфелевой башней Ребята, я под Эйфелевой башней Я под Эйфелевой башней Короче, я никогда не поднимался наверх Но, видимо, пришло время Это сделать И поснимать для вас контента Скажем так, завести Я в Париже В общем, ребята Высота Эйфелевой башни 2 километра 600 сантиметров Это написано в Википедии Я прямо сейчас это прочитал О, ребята, там так красиво Жалко, что немного отсвечивает лампы В скобочках много Но, поверьте, там красиво Ребятам трясется Честно говоря, очковали На процентов 500 Блин, ну это полный шершеляфам Это официальная разъебалова Ребята Ой-ой-ой-ой-ой Кстати, от скорой помощи европейской Не спрятаться даже на Эйфелевой башне Потому что громкость просто ебнутая Добрый вечер, друзья Вы в передаче Константин Обходный Что делает Константин Обходный? Обычно он обходит свои владения Владения ли это мои? На 400% Боже, за кого меня держите? Блин, какой красивый телескоп Это все мое Просто приходите к Эйфелевой башне Говорите промокод Ильдар44 Столько мне будет через 2 года И бесплатно здесь тусуетесь Ильдар44 Ссылка в описании Футбольчик Мальчики похожи на качков Привет Вот так Ветрено, ребята, тут Скажу честно А вот кабинет Эйфеля Еще, ребята, на чиллер на расслабоне здесь Здесь немного, я так понимаю Томас Эдисон и Густав Эйфель Что обсуждаете? Смотри, тут можно шампанское выпить, бро Опасно Ребята, в общем, пришли с Серегой в ресторан Какой-то просто рандомный Будто итальянский, будто непонятно какой Там была, значит, тарелка с мясными продуктами Какие-то свинина, там, говядина, еще что-то Я заказываю эту тарелку Смотрите, как это выглядит Мы уже подъели немного Короче, прикиньте, это кусок рульки Кусок какой-то мяса, сосиски Вот тут еще была такая грудинка Вот, то есть, нам, знаете, приносят там эскалопов Там еще что-то Просто какая-то нереальная сервировка И в итоге просто приносят, типа, тарелку с вареной картошкой Капустой, наваленным мясом Это было неожиданно, но, кстати, вкусно реально Чисто к бабушке в деревню приехал Пришли с Серегой перекусить Я заказал какой-то сэндвич с картошечкой и салатиком Серега заказал круассан, кстати Круассан с ветчиной выглядит именно так Ну, сложи его пополам хотя бы Я заказал просто круассан с ветчиной и сыром Ребята, это церковь комиссара Жибера Так, ребята, всем привет Мы с вами пришли в знаменитый Лувр Это место, где люди спавнятся на кубах Вот, пожалуйста, первый заспаунился Оп Сейчас эта женщина Вот, видите, это от солей такая история Ты употребляешь, у тебя отключается мозг И ты в одной позе зависаешь Видите, тут вот все на солевых двигаются таких штуках Ну, это бывает нормально Здесь, видите, вот Ребята друг друга поддерживают Смотрите, я сейчас зазумлю вам Вот этого человека держали вдвоем по бокам Потому что зажало нервы И после солей тяжело реально Вот так это все выглядит Такая красота Последний раз в Париже я был в 2018 году с девушкой В этот раз с Серегой Скажу честно, понравилось пока что намного больше, чем с девушкой Потому что мы хотя бы платим пополам Это уже хоть что-то Также хочу рассказать небольшую историю Как ежедневно нас наебывают бухих Минимум на 100 евро в каждом заведении Поэтому с сегодняшнего дня Мы принимаем с Сергеем волевое решение Смотреть в чек Короче, ребят, ищу девушку С которой слетаю в третий раз в Париж в апреле Пожалуйста, пишите в директ Хочется как-то, ну, романтически еще провести время Мы все-таки с Сергеем два гетеросексуальных Красивых бородатых, огромных мужчины Это, конечно, романтично Но хотелось бы немного Амурных вот этих дел Да, амурных дел А возможно, это пранк Возможно, все это уже было Увидимся когда-нибудь, пока Ребята, это у нас очередь в Лувр Там у нас Мона Лиза Давайте представим, что я стоял в этой очереди И давайте представим, что я вам показал Мона Лизу Я показываю вам Мона Лизу Вот она так выглядит Спасибо за просмотр Вы на нее тоже посмотрели Поздравляю вас Я ради вас вообще очень долго в очереди стоял Чтобы показать вам эту картину Но пока давайте еще понаблюдаем за солевым каким-нибудь Вот, пожалуйста Мы подходим к баржам различного характера Они находятся на плаву Это как передвижной ресторанчик Так и рыбацкое судно Так, если вот вы хотите почувствовать себя настоящим моряком Либо чтобы это была какая-то реконструкция Титаника Вы можете прокатиться на данной лодке Также там на корабле растет фисташковое дерево Также мандариновое дерево И дерево с яблоками Оно все здесь присутствует И вот там вот под Ивой далеко Если вот давайте присмотримся с вами Сейчас я сделаю небольшой зум Там под Ивой живет Надежда Семеновна Она у меня математику в шестом классе преподавала Поэтому сейчас она вот там в Париж решила перебраться Вот, смотрите какая красота вокруг, ребята Наслаждайтесь Наушники вот у человека И ноги тоже присутствуют Так, как вы и просили Сергей Семенюк разными голосами Сергей Семенюк Сергей Семенюк Сергей Семенюк Так, а это корабли Вы хотели, чтобы я спустился И показал вам их поближе, ребята? Обижаете, поехали Сергей Семенюк Смотрите, какие корабли прикольные Офигеть Обалдеть просто Вот почему бы мы с вами Не могли отправиться в какое-то путешествие, да? На таком корабле В чем вопрос? Просто берем этот корабль, садимся и уплываем Кто со мной? Пишите в комментариях Не, на самом деле Париж мне очень нравится Единственное, что вот портит впечатление Это то, что в каждом заведении, куда мы заходим Нас наебают на деньги Постоянно Мы сейчас зашли в какую-то обоссанную забегаловку Я вот показывал Мы там съели какой-то бутерброд, круассан Сереге насчитали этот круассан за 16 евро Блядь, ну какие 16 евро? Или вчера вот мы поели максимум на 100 евро В итоге я заплатил 200 евро Потому что в чек не посмотрел И Серега... Я уже забыл, конечно, об этом Но Серега вот с утра сказал, что Почему ты вчера 200 евро заплатил? Я ему, конечно, сказал А почему ты вчера мне об этом не сказал? Мы посчитали, что там было на 100 евро А заплатил я 200 Просто в два раза немножко Ну, ебали Такое бывает, бывает Поехали Как же вам повезло со мной, что я у вас есть Кто бы вас развлекал, снимал бы вам интересные видео Из Парижа Обзоры делал Я надеюсь, что вы цените то, что я у вас есть Я буду напоминать вам периодически Так что с вас лайк и комментарий Спасибо Блин, так хочется палку в колесо, да, ему вставить? Ну, просто, чтобы была А вот эта проститутка местная Так, а вот это собор, который горел Правильно я понял? Правильно Это Бонапарт, там Наполеон жил, да? Да В общем, ребята, это собор Парижской Богоматери Идут восстановительные работы Вы спрашивали у меня, когда будет результат Когда уже будет окончен ремонт Я, как прораб данного объекта, могу вам заявить, что в течение двух-четырех недель Будет все полностью окончено здесь Пожалуйста, голосуйте за меня Я понимаю, что вы в прошлый раз сделали ошибку Вы выбрали Ивана Пиздарвана На пост губернатора данной области Сейчас перед вами самый настоящий и трушный кандидат Голосуйте за меня И собор Парижской Богоматери будет готов 16-40 секунд Где-то так Увидимся послезавтра, ребята Всем пока 200 евро сейчас заплатим за коньяк, как всегда Смотрите, какой флекс Вообще рестик топ Не, круто выглядит, да? Так необычно Слушайте, случайно шли, просто увидели заведение, зашли И Очень круто выглядит Это мой коллега, кстати, я уже просто здесь официантом Я сейчас хочу помочь Моя мама, мы родственники А, окей А, окей А, окей Где ты из? Я из Италии А, Италии Сардиния 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 А, а Моя сестра живет в Рома 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 Си Си, си А, подожди, надо чокнуться Ребята, смотрите, тут еще винный подвал есть Я так и не понял, открыл дверь мне туда, можно зайти? Это, знаете, как в ужастиках Смотрите, какой набор красивый Вообще А, уже Моя канал У меня 4 миллиона подписчиков На YouTube Моя канал Сардиния Сардиния так, ребята, наконец-то вышло солнышко то есть я вот, и вышло солнышко на улицу тут везде полиция почему-то мы идем на какую-то пешеходную улицу я не знаю, где мы, мы просто где-то ходим ну вот, мужик напоил нас коньяком короче, мне кажется, я понял, походу, почему мы столько много денег платим за наши ужины и т.д. и т.п. да, потому что вот нам сейчас этот странный чел налил коньяка, 50 грамм коньяка стоит 15 евро французики, парижане мои любимые кто здесь живет, напишите в комментариях наебали нас с Серегой, пишите в комментариях всем спасибо ребятушки, всем привет, хочу вам продемонстрировать полное сильвупле вы готовы, поехали? смотрите, какой парк красивый, офигеть цветение сакуры вы хотели в Японию вот вам сакура, ребята, хуй знает на самом деле какие-то тюльпаны на дереве растут короче, я не знаю, где я французские подписчики, как всегда, напишут в комментариях ну, ебать красиво короче, париж, имба, очень дорого я ебал в ногу какого-то деда вчера и это очень дорого тут очень дорого ну, очень красиво, мне нравится привет, господи, как ты? привет, господи привет, господи я французский фотограф могу я сделать 3 или 5 фотографов для тебя? да 1 евро хорошо, поехали спасибо, господи я могу показать вам наш результат я готов я готов? ты готов? окей, посмотрите о, вау вау вау, так красиво спасибо а шашлычок под коньячок вкусно очень а я готов раз целовать город Сочи а я сосал два раза и меня ебали и попу ануса мне тоже расширяли вот здесь можете бесплатно ходить это я все вам оплатил приезжайте, не стесняйтесь Серега подтвердит, он бесплатно здесь ходит да, как и многие другие ну, это все я оплатил ребята, в общем, у меня Париж оставляет пока что только одни позитивные впечатления это связано с тем, что в прошлый раз, я помню было очень много различных личностей одиозных которые впаивать пытались мне какую-то фигню каждую секунду свободного времени и было очень грязно а вот я сейчас хожу да, тут валяются бомжи их достаточно много на дороге но посмотрите все убрано, все чисто то есть Париж это прям очень хорошо на данный момент я не знаю, может какие-то праздники у них но выглядит все достаточно классно, культурно и я хожу, я будто дома, понимаете? хочется, если честно, вот в апреле каком-нибудь приехать сюда на подольше может на недельку, может на две а может это на три погулять, походить по пиздатным заведениям поснимать видео как вам эта идея? пишите в комментариях, ребята увидимся послезавтра всем пока! итак, как сэкономить в парижском кафе? очень просто маленькая нарезка, три кусочка таких мяса стоит 10 евро три кусочка я спрашиваю, сколько стоит килограмм? килограмм стоит 25 евро вот этот кусочек 20 евро что мы сделали? мы заплатили 20 евро за кусочек попросили нож самостоятельно достали его из-за пазухи у нас был с собой и режем и не выходя из ресторана мы, ребята, экономим 75 евро скажите кто? ну кстати если честно, это просто нереальный лайфхак мы пришли в бар снова я вам уже показывал его который рядом с нашей квартирой где мы арендуем винный бар тут сыр мясо прекрасный парень вот он say hi hi nice ну вот и мы спросили просто, да вот как сказал Сергей, сколько стоит он сказал, нарезка стоит столько-то а килограмм стоит столько-то типа чел просто не нарезает ее а мы нарезаем сами всем спасибо, всем пока а знаешь, что в итоге будем скажем? 400 евро за кусок как это бывает во Франции so good, nice ребят, всем привет на часах 11 вечера и мы с Сергеем решили пробраться в Муленруж смотрите, сколько людей столько и мнений, ребята, кстати смотрите, вот они здесь все они, наверное, не хотят, чтобы я их снимал, но мне как-то допиздали, если честно ребята, всем, кому допиздали, они находятся вот здесь это мы, допизделяторы Эльдары Сергей Сергей, расскажите, пожалуйста, какие у вас ожидания от данного мероприятия я хочу увидеть краски, я хочу увидеть страсть и актеров короче, группа краски будет выступать также вирус и также группа фабрика да ребята, все подписываемся через скоро через скоро, бля я немного выпил вина и есть уже некоторые диалектические помылки, бля так скажем, по-белорусску hi sir hello guys, how many people? 2 2 on the right, ok, thank you 2 000 ой, я и могу мы смотрим на какие-то картины, которые рисовал человек под спайсом возможно, под метамфетамином продолжаем передвижение там с тразами написано Baal Moulin Rouge все ребят, мы заходим we need to pay ok, thank you so much ребята, в общем, мы пересели дали 100 евро взятки челу для того, чтобы мы стали напротив сели, точнее, напротив сцены ребята, значит, закончился спектакль представление, выступление в театре Moulin Rouge я могу сказать официально, что это самое лучшее вложение моих 150 евро нет, больше ну, со взятками из 200 евро в Париже в ней чувствуется наебалово, чувствуется шампанское в крови опухшее ебало и разрывное ебало от представления то есть, очень круто было, было интересно были голые женские груди очень много такое ощущение, будто бы в театре Moulin Rouge набирают женщин по критериям у вас должны быть идеальные сиськи это точно не талант тем не менее, все было классно мне все понравилось я вам всем рекомендую а также у меня просто лампа в глазу причем официально прямо сейчас она находится Серега, ну поделись ты своими впечатлениями подписчики спрашивают как, впечатления? мне понравился трепет мне понравился пепел нет, ну красиво, когда симпатичные эстетические люди они танцуют бабы, ой, девушки, извините да, да, девушки женщины, девчонки просто сиськи разъебалово полное я говорю, конечно, как для вас ебало животное вот эта маскулинная хуйня, которую нужно вычленить из современного общества но я скажу честно, мне нравятся сиськи пи***ц стройные подтянутые с оху**шими сиськами улыбаются улыбаются да вот у него такие штуки торчат да, из ануса да короче, очень круто, ребята сходите обязательно и девчонкам хорошо так шоу да 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 так, ребята, мы приехали в магазин покупать вещи разные для skydiving, skyworking сейчас я вам покажу ногу слою, которая будет у меня послезавтра я ее нашел уже вот нога это Артем он нас встретил именно в таком шлеме говорит, в Швейцарии штрафуют, если в машине без шлема есть это Серега покажи, померяй речке, покажем, как они смотрятся на тебя давай боб очень красивый будем так и ходить так, кстати, Артем, тебе реально идет можешь вообще вот просто целый день так ходить? да на всякий случай пристегнулся вот так вот выглядит магазин лыжный такие вот башмаки продаются это для футбола это баскетбольное и это для триатлона вот такие вот, и нам надо купить здесь какие-то флиски у меня флиски есть термобелье у меня есть лыжи сейчас себе, конечно же, куплю нет в скобочках в общем, как-то так так, я никогда не был в магазине, где продают именно лыжную экипировку мне очень нравится я бы остался здесь жить ну, это Сергей Базовый вот он тут тусуется смотрите, какой миленький so cute какая милая собачка hi слушай, ну ты очень серьезно подожди, это vision pro ты взял себе? короче, мы в такой вот столовке сейчас будем пробовать самую вкусную курицу в мире сингапурский чикен сингапурский чикен так, ребят, у нас бета-тестирование курицы не спиздлял сколько вкусно сингапурский чикен Мы находимся в студии, в музее, в студии Queen, здесь легендарная группа Queen и Фредди Меркер и собственной персоной писал песни, записывался, вот его... Это прямо то, что он писал, да? То, что он писал своей рукой. Может, не своей, кто-то помогал, но вроде бы своей. Вот инструменты их там тоже лежат. Он был не сильно здоровый паренек, невысокий. Нему хватало. Ну да, факт. Да, дальше, ну что, вот инструменты их здесь. Смотри, в скраббл, блин, херач. Офигеть. И он прямо вот здесь, да? Ну, грубо говоря, они поменяли. То есть эта студия находилась в другом месте чуть-чуть. Я не помню, где конкретно сейчас... Но она здесь находилась, в Монтрео. Блин, это легендарное место, получается. Легендарное. Вот это студяга такая. Это раньше вот такие предусилители были все. Ну да, слушай, это... Вот так лучше будет. Ламповые все. И сосельки всякие. Это вот штудер, это по факту у тебя пленочка. Ты можешь до сих пор, но многие пользуются такой вот темой, чтобы добавить вот это пленочный эффект. Ты сначала держишь все на компе, а потом прогоняешь через какой-нибудь вот этот штудер. Блин, очень круто. Офигеть. Это от фанатов, да, я так понимаю? Да, да, да. Это все... И можно оставить какую-то свою записочку здесь. Инстаграм, номер телефона. Фредди, Меркурий не умер, он просто вышел погурить, ребята. Он, да. Цой жив может быть. Да, а тут, кстати, у нас казик. Тут, наверное, снимать нельзя, поэтому... Ну, чуть-чуть. Тихо ты меня хочешь. Да, да, да. Тут казик. Смотрите, какой интересный. Итак, ребята, Артем нас привел к стене Цоя, но Фредди Меркури. Вот, она так выглядит. А у тебя есть такая стена Цоя? Конечно, в любом городе есть стена Цоя. Вот, ребята, так выглядит коренной швейцарец, который не знает про стену Цоя. А, вот это вход в студию был? Да. Ебать. Блин, так это такое место легендарное. Давай пускай это так и будет. Ведь, ребята, это был вход в студию. Ну, чтобы эпика добавить. I went out and tried to cut a pine tree down, fell through the ground like Alice. Вот это ваш хак, создатель фестиваля Montrejas и Club Knops. Он разбился на лыжах. Ты едешь на лыжах же кататься? Да. Вот. Вот. Я тоже собираюсь разбиться на лыжах, кстати, ребят, завтра. Да. Это как предсмертная запись. Да, да, да. Выложите, будет просмотров много. И ты скажи, куда потом роялся, если что-то шлем. О-о-о. Как остров! О-о-о-о-о-о-о-о. У-о-о-о-о-о. Вау. Только сами. Поехали, ребята! Какой кайф. Так, ребят, ну вот, доброе утро. Сегодня у нас третье число. Ребята загружают сумки. Я просто стою на Чили и на расслабоне, ребята. Пускай работают, а я отдохну. В общем, ребята взяли в аренду SUV, ребят. Вот так выглядит внедорожник в Швейцарии размером с 1,5 смарта. Это Серега, он любит передвигаться ногами, иногда руками. Все верно. Это он про меня. Ну, посмотрите, видно же сразу, что бандит какой-то. Бандит номер два. Ребята, молодцы, работайте, работайте. Вот эту машину сейчас все складываем, перекладываем. Эти все вещи, вот эти все вещи вот сюда. Я потом проверю задание, как вы выполнили. Ладно, я подержу вас немножко в курсе, ребята. В общем, у нас мало машин и много багажа. И кто-то поедет, скорее всего, на крыше. Стой. Либо сидя. Серега предложил сидя. Он говорит, у него есть одно устройство для того, чтобы закрепиться на крыше сидя. Поэтому как-то будет вот так. Это швейцарская кися. Блин, она спряталась. Швейцарская кися. С логистикой есть небольшие проблемы. Нас 12, 4 машины. И одна из них это Камара. То есть, если бы не было у нас никакого багажа, точнее, его было бы мало, но то здесь все, понимаете, здесь лыжи, хуйни, все подряд, короче говоря. Будет интересно. Ну, может, одну, одну достаточно. Куда две, блядь? Ну, стерео, блядь. Да, кстати, стерео. Давай найдем для нее место. Нет, точно. Мне кажется, для нее надо найти место. Да нет, вы что, ребята, там два чемодана. Короче, ребята, у нас еще такая ситуация, что парень Андрей, он не умеет ручную коробку передач водить. И сейчас будет учиться еще. Так вот, ребята, Сув превратился в какой-то грузовой автомобиль. Ебать. Наташа планировала загрузить девочек, но загрузили ее. В общем, мы поместились. Как мы это сделали, не знаю. Еще двоих надо забирать, в общем. Еще чемоданы. Еще два чемодана. Если они приедут как модники на парижский фэшн-шоу, то нам жопа полная. Ну, слушай, на самом деле, будто бы вот сюда, в крайнем случае, в ноги можно что-то поставить. Я с этого внимательно. Ну, что-то, я не знаю, типа бутылочек воды. Ой, блин, прикольно. Ну, айфон чей-то, блин, положит. Ребята, вы знаете, снимаю гору, Артем такой, да не-не, бро, это все хуйня. Это не то. Сейчас мы выйдем на красивую трассу, там, где будет вид хороший. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, всем привет. Небольшой рум, туринг. Вот такая вот у нас изба. Но я считаю, что это достойно, на самом деле. Там второй этаж. Она такая большая. Смотрите, какой видок. Вообще кайф. Очень красиво. У нас вот дровишки для камина. Смотрите, вот такая лаунж-зона, чилл-аутная, с теликом, с диванами, с ковром. Блин, ну, я думаю, вы все видите сами. Это просто разлоп. Вообще красота. Это все для тебя. Это Серега. Привет. Ваши ощущения? Как ваши эмоции? Поделитесь. Вообще отлично. Мне так хорошо. И ушла в закат. Это просто... Про, пожалуйста, пожалуйста. Да, да, давай. Диджей! Почему ты здесь? Почему нет? Я хочу провести небольшую экскурсию по нашим апартаментам сегодня. Белый человек. Многоуважаемый Артемий. Артемий, любитель орехов. Итак, давайте начнем с главного входа. Здесь... Закрытие. Здесь у нас хамам. Хамам выглядит вот так. Если кто не видел, можете посмотреть. Да, спасибо большое. Минус камера нам. Спасибо. Здесь у нас чисто мужская тусовка. Для настоящих натуралов. Понравился снимительную историю. Да, здесь у нас общий кабинет. Деловые встречи, конференциров. Да. Тебе помогают. Ты что включать? Здесь что такое? Это спальня. Здесь женская комната. Подожди. А, покажи женскую комнату. Переснял самое главное. Ты типа мимо прошел. Ребят, а это было бета-тестирование женской комнаты. Продолжаем дальше. Не, мне хоп-хоп. Это... Хоп-хоп. Люди какие-то. Я их не знаю. Это женщины. Я с ними вообще никак не связан здесь. Если что. Иди сюда. Больше с мальчиками. Он больше по мальчикам. Я с ним приехал. Идем дальше, ребят. Не надо душеваться. Это яблочный сок на утро всем. Кабаре, бард. А также уважаемый... Барт. Это собственный бард. Да. Поехали быстро. Быстро мы вот здесь секунд есть. Музыка Музыка Эй! Ууу! Мы с ребенком местали к миру. А потом пошли к тросту. Нам стало так хорошо. А потом мы съели ей воду. Тирамису с орехами Это персональный компьютер Сейчас во втором, четвертом классе проходит Смотрите Вот это настройка громкости А тут Windows Vista Здесь Windows Vista, но это не надо трогать В общем, у нас здесь есть креативные карты разные Да боец Ладно, я просто камеру нахожу ему Ребят, в холодильник Так, у нас есть некоторое количество жидкости Комната многоуважаемого Фила Фил сейчас за барабаном Здорово, да, это моя комната Сейчас все покажу Сейчас Ильдар у нас уже там на месте Да, но ты говори Вот тут мы живем, да, в целом Будем жить целую неделю Тут есть кровать, потом... Ильдар, покажи слева, пожалуйста, открой У вас ванны нет? У вас нет ванны Нет, нет, покажи еще в унитазе Там я оставил сюрприз Все, гад, гад Все гад, гад Я, кстати, после того, как ты уебал камеру Ты будешь Артем на год Реально Детка уебал Бля А тут никого нету, ребята Можно дальше делать обзор Чисто, во-первых, чисто, во-первых, чувствуется, что еще ни разу не какали в этом туалете Ноль Ребята, спасибо большое, что вы были с нами Это был самый невероятный обзор данного шале Шале Березка По ссылке в описании Короче, я сейчас один дома Как говорится Мурцанул вискарика Ам-ам-ам Покажу нашу комнату с Серегой Она не такая лакшери VIP Смотрите, у нас такие две маленькие кроватки Здесь на втором этаже еще кроватки Вот, мы живем в подвале Вот, я пригласил своего кореша Серегу Меня вообще звали одного Вот, как бы, вот, большая кровать была Но мы разделили Поэтому спим вдвоем Такая вот у нас ванна Даже свет включать не буду Просто ванна как ванна Написано Harrison Никого нету дома Ребята все катаются Софил пригласил меня, значит На одну из самых высоких точек Точек в Альпах Я буду немножко заговариваться Думаю, что на отдыхе Под вискариком, чилим Вот И, очевидно Я никогда вообще не катался на лыжах Я не умею кататься на коньках У меня проблемы с равновесием Я просто чуть не разбился К х**м собачьим насмерть Поэтому я приехал домой Я... Это только первый день сегодня Чтобы вы понимали Еще шесть дней В Альпах Я завтра беру Инструктора себе 300 евро Два часа стоят И... Попытаюсь научиться Хотя бы что-то делать Там есть горка У меня цель Просто съехать с этой горки Обычная самая нубская горка Вот, потому что Ну как-то будто бы стыдно Честно говоря Вискарика подвыпил Так прикольно И вообще Дом такой классный И вайв такой классный И погода Такая классная И вы, ребята Такие классные Бля... Вы просили меня чаще Влоги снимать Извините, что получился Такой длинный Большой Объемный Влог Хочется, конечно, отдельно Сказать спасибо Артему И он пригласил меня Вот, собственно Съездить На такой горный отдых И я прям безумно рад И счастлив, что Это произошло Потому что У меня никогда вообще Не было такого экспириенса Короче, я прям, бля, доволен Максимально Понятно, что я пока что Ну бас Вон там люди катаются Сейчас сделаю вам этот Цифровой зум Видите, наверное, да? Погодка Просто Я даже не знаю, как это назвать Она просто невероятная Она просто шикарная Сейчас Вот автоматом Поднастроится Все О! Я прям получаю Внутреннее умиротворение Так сказать Я не знаю, зачем, кстати Я вот Вискарика бахнул Но мне показалось, что Будет еще более приятно И так и есть по факту Я просто счастлив Что я жив Хотя если бы я не пил Вискарика Я был бы Счастлив точно так же С вискариком Как-то, вот знаете Повеселее все Но Это Позиция алкоголика Знаете Типа так Алкаши только говорят На самом деле Вот, девчонки идут Кайфуют Смотрю на себя в зеркало Вот тоже И Официально заявляю, что Меня абсолютно Снова полностью не устраивает То, как я выгляжу У меня появились бока Здорово У меня появился живот Вы Постоянно ржете Но есть хвитерки Короче Очевидно Это неправильно И не стоит с меня Брать пример Но я, блядь, такой Понимаете То есть мне нравится жрать Подбухнуть иногда Мне нравится Я набираю вес Но не до критической точки Это довожу Не знаю Ну вот какая-то такая жизнь Вы можете сказать Это РПП Это еще что-то Возможно Нет, невозможно Точно есть какие-то проблемы Но они, блядь, не критичны И я их могу решать И, блядь, посмотрите Как красиво Ой-ой-ой-ой Ай-яй-яй 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 Путешествия позволяют вам Ощущать Всю прелесть жизни Ощущать себя живыми Это Вот прикиньте Я сидел в Минске У меня из окна Там типа Дорога Я обожаю Минск Это мой любимый город Мне ну типа Пухой Пухой на остальные страны Вообще Города Я обожаю Беларусь Минск и все остальное Но Всегда нужно Знаете вот Чтобы было с чем сравнить Чтобы было с чем сравнить И как-то менять Интерьер То есть я вот сейчас смотрю Давайте вам покажу То есть просто посмотрите на это Это же просто Разбалово Да? Типа горы Такие домики Вайбовые Просто невероятные Вообще Секс блядь Максимальный Знаете что самое интересное Что все это тоже надоедает Я вот разговариваю с ребятами Которые С ребятами Которые живут в Монтре Это Такая типа 20 тысяч бляху Деревушка Там где Солист группы Фредди Меркьюри Блять Меркьюри Сука Фредди Марк Тойота Марк 2 Короче Монтре Очень красивый город Я разговариваю с ребятами Которые там живут И они такие Блять Уныло Мы хотим уехать А там Типа знаете Это просто Самое красивое место На земле Которое существует Там горы Озеро Все такое чистое Ухоженное Казик есть Побухать можно красиво Вкусно покушать Она говорит Блять скучно Нечего делать Понимаете То есть все познается в сравнении Ну и вот я считаю Что нужно постоянно В течение всей своей жизни Стараться Менять свое Какое-то место дислокации Для того чтобы Прокачивать свою Насмотренность Замедлять свою жизнь Потому что Когда ты получаешь Новые эмоции Очевидно То жизнь Чуть-чуть Медленнее проходит Потому что Если ты бесконечно Ходишь на одну и ту же работу Ты бесконечно Делаешь какие-то Рутинные дела Ну вот согласитесь Если там типа был 23 год Сейчас 24 Пиздец Это Пууууу Вот так вот Мне типа было недавно 30 лет Я такой Еббатья старый Мне в апреле 32 Еббатя Самой И вот это Вот так вот Типа 3 3 4 35 36 37 Ну блядь Смотря на сколько я доживу Блядь с таким образом жизни Будто блядь Я сдохну через год Не важно Короче И типа так 40 50 ебать, единственный вариант, типа, замедлить эту жизнь, это путешествовать, давать себе какие-то новые эмоции, ну, вы можете стать наркоманом, тоже опционально, но будто бы умрете рано, ну, то же самое, в принципе, как и алкоголикам, блин, сука, короче, есть над чем подумать, на самом деле, и мне, и вам, как-то вот так вот, в общем, желаю каждому из вас, чтобы у вас была возможность исследовать эту планету, получать новые эмоции, наслаждаться этой жизнью, как это делаю я сейчас, ну, я считаю, что вот у меня получается это сделать, если у вас нет такой возможности сейчас, просто знайте, верьте, что у вас все получится, и у вас абсолютно нет никаких препятствий, понимаете, никаких, все равно большинство людей, знаете, нет таких возможностей финансовых, да, скажем, просто даже выехать куда-то в Европу там чаще, чем раз в год на отдых какой-то, я бы хотел, чтобы каждый человек в мире, например, хотя бы раз 5-6 в год, отдыхал, это же круто, посещать новое место, изучать, в общем, хочется, чтобы вот каждый из вас это прочувствовал, я уверен, что у вас получится, вот так, ну, чисто из вот самых хороших и приятных побуждений, бля, ебать, искоря выпил, пиздец, философ Игорь включился, ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, какой стол сделали, ой-й-й-яй, мы сейчас будем есть раклет, это какое-то, народное белорусское Белорусское блюдо, короче, смотрите, я белорус, ребята ради меня картошечку сделали красивую, ой-ой-ой-ой, сальце на базе, лучок, ой-ой-ой-ой, красота какао. Ты еще три раза можешь? То есть ничего не готовили, все уже? Ой-ой-ой-ой, ну наконец-то. Итак, я беру что, сыр? Да. Вот так? Да. Дальше что? Лучок. Дальше что? А вот то мясо. Вот твое мясо. Ладно, ребят, за ваше здоровье. Всех поздравляю с приятным браклетом. Поехали. Ура. Ура. Теперь пробуй, да? Давай. А смотри, как нам салфетки сложили, девочки. Варя, очень простые. И огурчиком закуси. Разъебал его, пиздец. Славлю 80 из 10 ребят этому блюду. Мен, фа-кер. Фа-кер. Гаса-ноу, мен. А кто слово придумал? Мы все вместе. Это слово либида. А они просто либида не могут угадать. Мен, фа-кер. Мен, фа-кер. Бля, мужики, короче, ебанатые такие, просто элементарное слово не могут угадать. Короче, ребята, слово водяное знак. Сейчас он будет показывать. Как эту залогу показать вообще, блядь? Ебанатые, блядь, просто. Ладно, сейчас будет. Порнуха. Порка. Порка. Там, где-то там, два, одно большое, маленькое. Те, горе, деление какие-то, выбираем. Те, горе. Ну, это так близко, блядь, ну, так далеко, нам. Человек, блядь, блядь, это так далеко, нам. Друзья, всем привет, вот закончилось наше катание. Отлично, делал разные виражи, не падал, два сальто и все остальное. Ладно, на самом деле, сегодня третий день моего обучения. Первые два дня, очевидно, я не снимал, потому что я вообще ничего не мог. Сейчас я могу хотя бы стоять на лыжах и что-то вам продемонстрирую. За камерой у нас сегодня Фил, это мой новый лучший друг. Ну, как новый. Мы знакомы с ним три года, но сейчас только начали плотно общаться. Очень приятный парень, спасибо. И так далее, потом его тоже продемонстрирую в видео. Ну, а мы начинаем. Вот мы с нашей командой ребят, которые ездят где-то с нуля лет каждый. Все с меня смеются, издеваются. Никакой поддержки. Мне приходится, знаете, вот как любой тернистый путь. Тебя никто не поддерживает, а тебе нужно доказать, что ты чего-то стоишь. Понимаешь, самому себе в первую очередь. Все смеялись, посмотрим, кто будет смеяться последним. Мы поднимаемся сейчас на подъемнике. С нами Артемий, или как говорят в узких кругах Артем. Армитий. Армитий, да. Вот, мы поднимаемся. Отличное настроение. Покажи Диану, пожалуйста. Вот Диана сейчас с нами. Девушка Филиппа. Вот, мы поднимаемся. Я буду пытаться съехать с зеленой горки. Я не знаю, как это будет получаться, но, возможно, я вам что-то продемонстрирую. Типа, как я падаю, ломаю ноги, шею. И вылетят два позвонка. Скорее всего, тоже такое нас ждет в данном влоге. Поэтому, ребята, не переключайтесь. Посмотрите, как я буду инвалидом. Поехали. Итак, ребята, всем привет. Возможно, это наше последнее видео. Мы почему-то зависли, блядь, на подъемнике. Армитий прокомментируйте. Смотрели фильм «Замерзшие»? Да. Я смотрю. У меня в голове только... Ты слышал, видел, волк пробежал. Да-да-да. Я бы с удовольствием дня два здесь повисел. Ну, типа, реально очень круто. Но зато мы можем с ребятами познакомиться поближе, пообщаться на какие-то достаточно интимные темы. Может быть, инвестиции, криптографии и так далее. Фил, твое слово. Я бы не хотел умирать сегодня. 8 марта – это, конечно, прекрасный день. И, возможно, какие-то женщины будут даже рады. Возможно, все мои бывшие. Светы уже будут, которые надо класть. Нет, мы катаемся уже неделю, и первый раз подъем не встал. Как и твой член. Но это было вчера, верно. Ноги мы сломаем точно. Это в лучшем случае, если прыгать. Тебе направо, брат. Вот туда, и зеленый спуск идет. Я не еду, ребят. Вахуешь ты? Все вахуешь. Ребята, короче, поднимаемся на самый верх. Там зеленая горка, детская, так называемая. Вот школьники мои, ребятки внизу. Я тебе скажу честно, я боюсь каждый раз. Это просто пиздец. Но у меня такая вот система по жизни, что нужно преодолевать свои страхи. И когда ты делаешь что-то через преодоление, тогда у тебя что-то и получается, собственно. Так что кинь булку, иди в спортзал, иди катайся на лыжах, иди ходи по тонкому льду. Попробую утонуть, потом попробую выбраться. Если получится, значит, ты реально крутой челси. Если нет, ты умрешь просто, и все. Под нами озеро, если что. Да, я поэтому и посмотрел на него, и подумал про это. Вот такая хуйня. Я на всякий случай с вами попрощаюсь. Если что, ребята, выгрузят последний влог ко мне на канал. Счастья вам, здоровья, благополучия. Поздравляю всех мальчиков с 8 марта. Всем пока. Давай, Льдар. А что давать? Едем вперед. Нет, ты что? Мне же надо сначала инфликт дашь получить какой-то, я же боюсь. Смотри, все просто. Давишь на одну ногу и поворачиваешь направо. Ой, ребята, стараюсь из последних сил. Сил отличный тренер. Всем рекомендую, он дешевле, чем этот чел. 250 евро в час берет. Мы едем туда? Едем туда. Поехали. Ребята, я сам второй день катаюсь на лыжах, честно говоря. Ну, Льдар, мне кажется, тут просто узкая трасса была. И ты немножко не рассчитал поворот. Я еще людей боюсь, знаешь, что я... Да, да. Ну, видишь, о них думать на данном этапе не нужно. Что ты сбиваешь концентрацию. Короче, я сейчас проехал по резкой горке. Ну, видели, я упал. До этого я ездил на более пологих. И в чем ситуация? Ты когда делаешь этот вираж, я просто делаю вираж, поворот, вираж, поворот. А когда ты едешь с более резкой горки, тебе нужно еще концы лыж немножко вверх поднимать. И тогда ты не набираешь скорость и можешь съехать, походу, с любой горки. Таким образом. Вот. Ну, это очень интересно, классно. Я ебнулся пять раз сейчас. Вот. Но в конце уже нормально поехал, потому что Фил объяснил. Фил легенда. Спасибо Филу. Вот. Короче, обзор бара. Поделись впечатлениями. Я два раза только что съехала с синей трассы одна. Это средняя по уровню сложности, не для новичков. Да, и я только пятый день гадаю. Молодец. Фил легенда в скорости тоже сегодня. Я не верю. Короче, ризотто с трюфелем и с ветчиной. Я такого вообще никогда не видел. Выглядит интересно. Едим на горе с ребятами. Приятного аппетита. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну скажи, Зеленок, Кайф прям по сравнению синий. Я все равно напрягаюсь, но это, конечно, уже не то. То есть я все равно один раз чуть-чуть баланс потерял, но в целом уже достаточно неплохо. Третий день, ребята. Сегодня, если посчитать, это десятый час езды на лыжах. Общей сложности, с нуля полного. Как оказалось, Диана не говорила Филиппу о том, что у нее есть ребенок от первого брака. Ну вот, посмотрите, это Сергей, познакомьтесь с ним. Его плохо видно, я не знаю. Ну блин. В общем, поверьте. Диана, это отвинься чуть, Серегу не видно. Вон он, да, сидит. Серега, здорово. Он прыгнуть уже хочет. Мне такая мать не нужна, короче. В общем, ребята, ощущения просто невероятные. Я потом более, наверное, детально вам все расскажу и покажу, но я считаю, что вот подобные штуки, они, конечно, должны быть в жизни каждого человека по мере возможности, очевидно. Нужно постоянно попробовать что-то новое, потому что я был уверен на 500%, что я никогда не поеду ни на чем. Ни на лыжах, ни на санках, ни на пакете туалетном, ни на чем не поеду, понимаете. А в итоге я беру и еду какого-то х**я. То есть я, ну, у меня голова боится, она говорит, нет, ты е**на, ты умрешь прямо сейчас, ты врежешься в дерево, и твой е**а будет на ветке висеть. И в итоге оно само как-то едется, я не знаю. Прикиньте? Прикол. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании. Все, пока. Это же самые лучшие люди в мире сейчас здесь. Короче, девчонки делают лазаньи. Вот две такие. Опа. Такие большие будут. Блин, вообще кайф. Как катается льда? Сегодня я научил меня кататься, потому что катается он как профессионал, как инструктор. Куда? А я совсем не умела и меня научил, и сегодня я поехал. А кто повару дал слово просто? Опа! Это было хорошо. А это Фил. Ладно, извиняюсь, извиняюсь. Ребята, вы в курсе, что мы сегодня идем на концерт Алишера Моргенштерновича? Владимировича, б**ть. Знаете, что мы там будем петь? Я знаю восемь песен. Я лью кристалл и шатон моет. Розовое вино. Розовое вино. Розовое вино. Нет, это же Элджей. А, да? Он подъебывает. Он всегда голый играет, если что там ничего нет. Так, советрусов нет на челе. Я тоже вижу. Расскажите, пожалуйста, как вы видели Эльдара в первый день его поездки? И вот сегодня. Как он развивался в целом? Он был бесстрашным. Мы вместе двинулись на горочку. Он чуть-чуть припоздал, поэтому он не успел скатиться с нее, в отличие от меня. И потом, так сказать, мы встретились в одном месте и там началось обучение. Конечно, да, это было сложно для него, потому что он первый раз в целом встал на эти лыжи. Вот, они скользкие. Конечно, было пара падений. Но, но, потом решили взять инструктора. И после, вот, оно чудо. Мы катаемся все вместе и нам всем здорово. Расскажи, пожалуйста, про Эльдара. Эльдар? Слушай, он с первого дня нас всех, мне кажется, удивил. Супер общительный парень. Я, честно, не знала ни про его блог, ни вообще про его деятельность. Но вот спустя какое-то время, пока мы здесь жили в шале, узнала его поближе. Очень веселый парень. Свободный. Поэтому, девочки, не стесняйтесь, пишите им отправлять фотографии разного характера. А я думаю, Эльдар, он оценит их в достоинстве. Он любит такую тему, правильно? Да, он любит. Он точно любит. Так, сейчас пойдем к организатору всей вечеринки. Так, что это за мутный чувак? Опять ты тут... Убери это! Уйди отсюда! Все, блин. Опять ты об этом... Какого черта? Он популярный просто на ютубе. Кто это сказал? Эльдар. Он сам это сказал? Эльдар Тарасов. Тарасов? Да. Человек встал первый раз на лыжи. То есть, он был уверенно настроен и уверенно встал на лыжи. То есть, я думаю, что второй-третий сезон и он уже сможет прокатиться по... Зеленой трассе. Серьезным трассам. Да, давай так скажем. Вот. Но зеленой ему далась хорошо. То есть, ну, тренер от него убежал, по-моему, на второй день. То есть, он сказал, я не могу это учить. Это терпеть. Я это учить не буду. Типа, это невозможно. Едет Эльдар, да? Там, ну, человек такой на массе, скажем. Вот. И там также едут дети трехлетние, вот, четырехлетние. И, как бы, вот, допустим, он просто не справился с управлением. И вот эта глыба падает, блин, на трехлетнего ребенка, да? И он просто... Ну, оставят же его там навсегда на этом склоне размазанном. Это грустно. Да. Расскажи про завтрак Эльдара, который он готовил. В среду был завтрак Эльдара. Что он готовил? Что он готовил? Он готовил? Он готовил? Он ни разу не готовил. Но он... Он только ест, если честно. Он только ест, да. Он ест вообще без подготовки, так сказать. И ест, и ест. Очень много ест. Очень много ест. Это мой друг Эльдар. Вот. Да, б***ь, зачем это? Что тебе реально больше всего запомнилось в этой поездке? Мне понравились шутки. А с нами был один Пол, а не буду говорить про. Прям шутил. Джей Пол, типа? Да. Шутил, на самом деле. Он, короче, каждое утро ставил музыку всякую белорусскую. Типа, дитимы белорусские там и так были. Аленка шоколадная девчонка. Дитина белорусская. Что ты сказал? Если вот реально посчитать за эту неделю, сколько ты выпил алкоголя? Ну, я думаю, что реально выпили, ну, где-то 0,5, наверное, джина. На всех. Ну да, мы за ЗОЖ в целом. Расскажи, пожалуйста, какие впечатления? Первый раз ты в Кушавель. Блин! Впечатления достаточно интересные были. Я когда приехал... Во-первых, я обожаю горы. Горы — это моя слабость, это моя любовь, это моя концентрация, это мое вдохновение. Когда я сюда приехал, я сначала ничего не понял. Потом мы в первый день пошли с Филом кататься на лыжах. Сказал, что это достаточно просто. Это было нихуя непросто. Я упал несколько тысяч раз. Мы приняли волевое решение, что нужно на следующий день взять тренера. И вот с этого дня началось такое небольшое становление, а также получение микро удовольствия. Как от пальчиков Фила, так и, в принципе, от катания на горках. И вот буквально вчера я уже нормально съезжал с синий и чуть-чуть с красный. Сегодня с синий сам по раз ехал. В общем, супер кайф, супер гуд. Компания очень интересная, классная. Ребята все очень умные, добрые. Мы жили в Морибелле. Морибелле это типа куршевель для нищих. Я что-то не понял. Какого хера вы в моей комнате опять делаете? Второй раз я прихожу, это оператор. Теперь еще этот лысый в кемке. Бро, заправь кровать свою. Бро, давай сыграем, типа, это не твоя комната. Это моя комната! Да блин, чего тут ты тушуешь здесь? Бро, дай записать видео. Выйди отсюда. Выйди, реально. Выйди отсюда. Давай я буду следить за тем, что вы это делаете. Ладно, давай теперь этого не было. Окей. Очень крутой дом. Такой, знаете, как в American Films, American Cinema. И, честно говоря, каждый день я думал, что выйдет какой-нибудь Джейсон Вурхиз, блядь, и всех порубает. Сейчас я тебя порубаю. Можно выйдет? Если ты, блядь, Джейсон Вурхиз так выглядел, он умер, блядь, через минуту, партнер дам п FYr. Это такое, как обычно. Еда. Девочки готовили. Девочки, блядь, п FYr. Девочки разойúsica. Полный. Еда такая сега, девочки вот. хыыыыы. Я, под впечатлением, супер невероятно всё кроме Макса, который мешает интервьюировать меня. Я слежу, говоря я че. Блядь, чел просто зашу. Э'ЕТО МОЯКО, блядь! Абутто мы тут воруем часы Фетек ФИЛИП себе с пиздинь! И уже на лоб надел, блядь, и убежал в горы вальта. Так, про лыжи. В общем, почему именно выбрал лыжи? Потому что сказали, выбери лыжи, блядь. Быстрее научишься кататься. Но мне кажется, на сноуборде это пиздец был бы. Короче, Фил сказал, типа, бро, давай, лыжи. Мы поехали на гору. Обучение не удалось абсолютно. Да. И на следующий день я взял тренера из Словении, которого звали Юрий. Юря, Юря. Юрий. Юря. По-славянски Юря. Что ты? Что за хуй? Прекрасный человек. В общем, первые два часа были очень тяжелые, потому что мне было, в принципе, тяжеловато встать на лыжи. Смотрите, давайте я расскажу просто. Вот есть Ильдар, да? Парень вроде талантливый на самом деле. Сука. Парень реально классный, талантливый. Его любят подписчицы. Он ужасно, прекрасно. Его любят подписчицы. Но, смотрите, с координацией у него небольшие проблемы. Ой, блядь. Ты на велосипеде ездил куда-нибудь? Нет. Смотрите. Ездил, конечно. На какого? На колесном? Лучший способ Ильдара научить ездить на лыжах, это... Поставить рак. Поставить его рак, но спустить просто с горы. Бро. Но получилось так, что Ильдар, к сожалению, не потянул эту историю. Нет, ты, блядь, охуевел, я вообще никогда не стоял на... Нет, это был полный разъем, блядь. То есть я не могу даже стоять на лыжах, чел мне говорит, вот зеленая гора, просто едь с нее на... Ну, он просто неуклюжий. Нет, парень классный вообще, без проблем. В общем, на самом деле Ильдар просто молодец. Он сегодня с нами катался с красной трассой, с черной трассой. Нет. Вертикал Экспириенс у меня был. Вертикал Экспириенс и так далее. Парень реально талантливый, молодец. Но неуклюжий. Пизда. Типа я вот сейчас буду идти по лестнице, просто ебать сто процентов. Да. В этом есть проблема. Но, дорогие подписчики, если вы его смотрите, напишите просто в комментариях. Неуклюжий Ильдар. Неуклюжий Ильдар. Ну, блядь, я поехал, я уклюжий, слышишь, блядь? Видео есть, я снимал. Порядка, нормальный Ильдар. Рейдешь в Беларусь и будешь с этих холмов скатываться, и все будет в порядке. Я по жизни скатываюсь пока, и все. Последний вопрос. Кого это быть успешным, красивым, сексуальным? Слушай, я не знаю, про кого ты говоришь. Короче, я вас люблю. Ну, именно вот всех людей, кто здесь сегодня собрался. И подписчиц. Подписчиц. Пиздец люблю. И мужиков, которые смотрят, это тоже пиздец люблю. Каждому прям. Вот. Поэтому, ребята, увидимся в следующем году. Видео больше не будет ровно до следующего года. Подписываемся и не отписываемся. Пока.